Это фильм про лавочку. Но дело в том, это вторая часть. Есть еще первая часть, начало, как мы делали эту лавочку. Она там на 17 или на 20 минут. Фильм оказался длинный. Мне пришлось его разбить на две части. И еще будет третья серия покраски этих лавочек. Вот смотрите такой фильм. Сильна большая. А это у меня, смотрите, пацаны уже вяжут вторую лавочку. А вторая лавочка будет ну, как бы такое же бревно, только на бревне будет щука. Представляете, такая вот громадная, 4,5 метра щука. Вот хвост ее, видите, уже видно хвостик. Вот так мы ее выварили. Сейчас щуку повяжем сетку, вот мои бойцы. А в эту голову щуки, а в эту голову щуки мы воткнем этот меч из Гелико. Такой двуручный, такой громадный. И в самом деле. И уже этот меч есть. А это собачка Муму. Все собачки на этом острове называются Муму. Эту собачку мне привели, чтобы я с нее сделал, ну, так как бы позирует мне собачка. Я ее сделаю с бетона большую. Ну, имя пока не могу назвать. Это там такое смешное имя. Зубу уже сделали той большой собаке с бетона. А вот это будет нам позировать собачка. Понимаете, вот Ктюнька с ней гуляется. А там будет такая собака громадной зубами Бульдог. Там или ну, как-то его назвать смешно. Лигулик или Муйлик. Понимаете, и вот он будет гавкать и на цепи большой держаться. Ну, посмотрим. Я покажу каркас и покажу, как как эта собачка будет выглядеть. Ну, вот я смотрю на эту маленькую и пытаюсь запомнить, как она будет ну, какая она будет на самом деле. А вот это вот, видите, мне уже эскизы, видите, щуку принесли. А внизу вон картинка собаки вот этого ну, вот она, которая с бетона вот такая собака будет, видите. А мне породу дали не ту, какую и надо. Я теперь запутался вообще. А вот эта щука будет, видите, на лавочке. А вот даже морду щуки принесли. И вот, видите, уже рот будет и вот сюда, в эту голову придет рыцарь такой рыбак сильный и мощный и воткнет двуручный меч в голову. А кто вытащит из этой щуки меч, это только там один может позволить себе вытащить его. Он потом будет ловить щуки, а может даже не щуки, он будет только само пловить. Понимаете? То есть, вот такая вот легенда об этой щуке. И вот я должен ее выварить в натуру. То есть, представляете, еще ту лавочку не сделал, а уже мне приходится фигачить новую. Ну, вот такой вот у нас заказчик, дом рыбака, он все с рыбами любит. Ну, вот опять мы вернулись вот к этому пенечку. Я вам показываю, вы видели, как я это делал. Это буквально через час я подхожу, там или через сколько, и уже, смотрите, бетон схватился. Вот у меня такой волшебный есть мастерочек, и я беру и ну, типа шашелем фигачиваю. Ну, видите, как я и говорил, что я поленился переделать, я просто сейчас ошкребу его, чтобы она, ну, как бы пень был не такой рельефный. Ну, вот видите, как бы, я не знаю, сможете полчаса фильм, вот там, а вы, вам смотреть его тяжело, а мне работать не тяжело, понимаете, или представьте, наоборот, как мне тяжело его, фигачить, вот это, чтобы вам кино, а еще мне языком болтать надо. Смотрите, вот эти дырки, и теперь вот видите, как я его старю. Смотрите, чики-чики, вот это все, ну, надо надолпить побольше, вот таких, то ли надо дрель придумать, такую же, просто посверлил дырки, да и все, чтобы их не корябать. Ну, так вот, так вот потихонечку отвоевываем работу, вот такой пенек, ну, такой, как бы, это по-быстричку мы делаем, потому что, ну, надо по-быстрому, иначе ничего не заработаешь. Вот видите, какие сколы делаю, как будто дерево старое, такое высохшее. Ну, опять, получается, вверху там не доделано еще, и получается, как бы, вот, ну, половина начисто делаешь, а половину еще надо, как бы, еще лепить. А вот это, вот такой, как сучок, приходится такие русты, как бы, его обходить, чтобы он был более натуральный. Вот я двумя руками беру, чтобы, как бы, рычаг был, поменьше, и легче было этим рязаком работать. А это вот здесь будет датчик стоять на, ну, не на движение, а датчик на ночь, когда будет ночь, выключать. Видите, какие я такие резкие сколы делаю, потому что, ну, пень, как бы, большой, и там сколы будут такие аж ступеньками. Ну, не знаю, хорошо это или плохо, но, как бы, я выбиваю, выкалываю его, ну, как бы, пень ставлю. Ну, может, покраска все это спасет. вылепить одно еще, ну, тупо надо сесть там, и сейчас его, ну, вышкаримся, потому что, ну, чем тщательнее ты его сделаешь, тем будет интереснее дерево. Видите, вверху провода есть, и вверху я еще хочу сделать, вот такой, как вам сказать, как бы, такой хомутик будет. А здесь я вышкрябываю, ну, такое будет, типа, спинки, ну, хочу голову там, или змеи, ну, что-нибудь какую-то сделать, или змея, или там, ну, что получится, короче, или дракончик, ну, вот видите, зашкрябываю, чтобы гладкого нигде не было, и вот такие сколы делаю. Ну, то есть, вот. И, видите, лавочку еще тоже надо делать, то есть, ну, лавочка, чтобы на ней сидеть, он и бока не сделал, ну, как бы, эта работа любит, чтобы ее закончили, потому что, ну, если на завтра оставишь, то потом сложно будет их, ну, не сложно, ну, желательно их за один раз сделать. Ну, вот поэтому приходится гнать, и защищать его, вот этой шашкой махаю его, видите. А рядом еще у нас, еще делается туалет, в виде гриба, я вам скоро покажу, ну, не успевая собрать, но уже собирается фильм, будет очень интересно, как сделать туалет, в виде гриба. Один туалет я вам показал, он такой уже раскрасили, и один будет, как в гриб заходишь, и там такой шикарный, такой грибочек, и великолепной работой будет туалет. Вот видите, такая идет движуха у меня. Вот видите, речка там вдалеке. Ну, это уже, видите, последняя стадия, то есть, ну, уже мы берем где-то пропуски, где-то толщина большая, я перехожу на вот эту спинку. Уже, ну, пень тот сделанный, и верх сделанный, а вот эта вот спинка не сделана. Вот я ее хитрю. Я беру, сзади делаю ее такую корявую, шершавую, а там, где сидеть, она будет гладкая, типа сухая. Кора обсыпалась, и получается, что вот здесь я могу сделать его такой корой, а сзади мне придется делать его гладенько. Видите, вот у меня ветка не понравилась, я беру ее, делаю сучок, такой вот раствор, позволяет прилепить сучок такой, и понимаете, ровная все, не очень хорошо смотрится. А вот такой сейчас сучочек сделаем, и получается ветка будет более интересна. Сделать его не сложно, а выварить его сложно. И вот я его сейчас подведу, смотрите, какой интересный у нас будет сучок. Я его необычный сделаю, он будет, ну, как будто львы гнившие, или такой, какой-то своеобразный, смотрите, я его не стану делать, как обычный, там, сучок, а я его такой вот, ну, я даже не знаю, как его назвать, как будто там, смотрите, дырку сделал, вот такая вот фигня получилась. Ну, вот, а оно свой эффект дает, вот эта тень, а рядом такой сучок нарисованный, как высоропанный. И теперь, видите, я беру кисточку, и мне надо размыть его, потому что, ну, два слоя подсоединить надо, он подсыхает, хотя и раствор свежий еще, ну, вот, я их пытаюсь, новый раствор, потому что, ну, мне что-то надо с ним делать, а не хватает там толщины. Вот я новый вылепливаю, и буду делать ветку более рельефную, вот, где-то может будет кора, где-то не будет кора, ну, первое, я делаю форму. Форму ветки, ну, хочу такую, как бы узловатую сделать, чтобы она была интересная, как бы, ну, как фэнтезийная, или там сказочная, я не знаю. Ну, видите, там сучочек, там сучочек, и уже потихоньку, здесь, теперь я соединяю, и немножко подкручиваю такую кору, то есть, раствор позволяет это делать, а это я сейчас уже, видите, сделал, будем говорить, спинку, ну, сзади, как бы черновую спинку назовем, уже там один сучок, второй сучок, и теперь я делаю пень, на котором, как бы держится, вот этот вот, вот эта спинка, а здесь я очень такой оригинальный сделаю, нестандартный подход, я как бы дерево совмещу с ковкой, ну, можно было хомут сделать, ну, я что-то ленюсь, хомут сделать, опять спиной на хомуте сидеть, как бы, неудобно, я решил такое сделать, половина дерева, половина металл, вот я сделал, сейчас скинул, раствор, а, видать, много раствора кинул, сейчас мне что-то не нравится, не знаю, как я с этого положения выйду, я, наверное, просто его заново переделаю, потому что, ну, он плывет, и теперь, видите, этот, этот, вот, пенечек, он, как гладкий, но я тоже такие разрывы делаю, и, и пытаюсь сделать корешки, чтобы он был интересным, вот там, как бы, дупло какое-то, и вот уже начинаю подкручивать кору наверх, и верх пеня превратится, там, в медную, или там, серебряную, ну, ну, как быть, в металлическую заклепку превратится, я это все сделаю, как бы, с дерева, вот оно, половина деревянная, половина тонн, ну, это все, как будто, спонтанно пришло в голову, я беру и делаю, как сделать, да, вот так, просто возьму, да сделаю, вот, теперь я беру, отрываю металл, смотрите, видите, отрываю металл, как я его, и получается, он, с дерева выходит кусок такой, вот, шины металлической, и теперь я ему сейчас создам, такую сложную форму, ну, сначала я пластикой делаю, круглую, такую, а потом я ее подрежу, и, ну, сделаю, больше острых углов, ну, как я говорю, он мне не понравился, раствора много, я просто сейчас, дешевле его заново переделаю, видите, я его беру, замазываю, так заклепка не пошла, сейчас возьму, ну, заклепку, раствор, новый, это у меня сейчас новый киномеханик, вот он снимает то, что мы сделали, вот здесь зашкребли, ну, вот если верх он покажет, то увидишь, ну, там уже, тоже хомуты сделаны под верхом, не показал, ну, ну, получается, вот этим надо металлом повозиться, ну, в принципе, материал позволяет, толщина позволяет, вот я его делаю пластик, ну, киномеханик, вот таким углом показывает, что вы ничего не видите, он что-то решил меня показывать, зачем только, ну, мы уже догадаемся, сейчас сбоку покажем, здесь вот эту я шинку, как бы, отрываю от, ну, от бревна, ну, потом это надо будет защищать, кисточкой, все, и, ну, и покраска все спасет, наверное, сейчас у меня терпение лопнет, так и он у меня начнет показывать, не меня, а то, что я там делаю, вот это такое, видите, заклепочку делаю, немножко сейчас, поменяет, наверное, угол обзора, вот я уже говорю, что ты говорила, видите, теперь он, все, сбежал совсем, а это уже, через определенный период времени, уже оно начинает подсыхать, и, вот, там кора, там мох где-то, вот видите, здесь вообще уже, как будто, неделю назад делали, а хотя все, пошел час-два, оно уже все сухое, и схватил, замените, заклепки, наверху, видите, шинка такая, вверху, как бы, я тоже взял хомутик, и вот сейчас, я уже решил, там ведро рассура осталось, я же хотел, какую-то там собачку, или, или змею, ну, что получится, какую-то морду сделаю, напененную, чтобы это было интереснее, вот у него такие губы, рот будет, я его сделал добрым, чтобы он улыбался, ну, чувствую, уши ему не сделал, может, завтра уши ему сделаем, вот такая змея, она без ушей, а дракончик, ой, есть уши, а что я сделал, сам не знаю, ну, так вот, побыстричку я, глазики, там носик, вот такая, ну, как бы, мини дракончик, или что-то такое, вот, но потом он постоит, можно взять, будет острый вязак, и зачистить, сейчас еще все плывет, но обычно, под конце рабочего дня, мы становимся, и зачищаем работу, потому что, ну, на следующий день, вообще, она крепкая, прихватится, ничего не сделаешь, ну, такой длиннющий фильм, получился, не знаю, посмотрим, что вы скажете, ну, я уже, и не знаю, что вам болтать, уже все рассказал, про раствор, уже, уже мне даже слов не хватает, ну, такие губки делаю, ну, не знаю, там, буду ему зубы делать, ну, как бы на зубы не хватило раствора, завтра посмотрю, как будет у меня, там, вдохновения, или не будет, ну, вот, вот, какая заклепочка, ну, солнце прорывается, ну, ну, и потом покраску отдельно, покажу, сейчас тоже уже собрали фильм, как покрасить забор, тоже будет фильм, и я покажу полностью, как мы украсим забор, ну, такие, типа, чешуя, там, или что-то такое, на натык, вот, типа, на нем чешуя есть, ну, так вот, на быструю руку, вот такой получился, зверь, не знаю, там, какой, и, видите, еще, где массерок лежит, там надо делать, ну, доску, красивую, ну, мы ее сделали же, мы не знаю, ну, наверное, на камеру мы не сняли, ее потом надо будет зацарапать, этим, щеткой по металлу, и сделать, как будто она, будет сухая, доска, ну, заказчик не хочет настоящее дерево, говорит, здесь жарко, мы будем там, или матрасик какой-то кидать, или одеяло, ну, зимой никто сидеть не будет, говорит, нечего здесь рассиживаться, понимаете, а, а летом и так сидеть можно, ну, видите, я взял другой мастерок, острый, потому что в глаз не могу залезть, и пытаюсь, что-то, довести этого зверя, ну, до кондиции, ну, опять, что там за 10 минут, за 5 минут, ничего людского ты не сделаешь, ну, думай, потом, подшкребем, и пойдет, вот такой вот фильм, как сделать лавочку, как сделать лавочку.